Проблемы с содержанием детских игровых площадок вновь дают о себе знать. Снег растаял, и их состояние горожане теперь могут оценить во всей красе. Регулярно в рейды выходит прокуратура. Во дворах и скверах находят качели-карусели, которые потенциально могут навредить малышам. Их немало. Так, например, выглядит детский городок в Кохме. Даже подходить страшно, того глядя от прикосновения схватишь столбняк. На чьем балансе будут детские игровые площадки? И, соответственно, кто будет за них отвечать, в каждом муниципалитете на этот вопрос есть свой ответ. В Иванове, например, более 700 детских игровых площадок. За них отвечает специально созданный МУП. В Кохме эти вопросы решаются индивидуально. За некоторые площадки отвечают управляющие компании, за некоторые – городской округ Кохма. Эта площадка, например, бесхозная. Если ребенок получит на ней травму или как-то пострадает, то найти ответственных будет непросто. Эта площадка прокуратурой названа ненадлежащей. Власти получили предписание нарушения устранить. Ремонтировать тут нечего, нужно только сносить, пока кого-то не убило. Но сначала взять на баланс. Штрафные санкции в настоящее время не предусмотрены, поскольку внесены представления, меры реагирования прокуратуры как представления. В случае не устранения нарушений в установленный законным срок Ивановской межрайонной прокуратуры могут быть поданы исковое заявление в Ивановский районный суд о соблюдении действующего законодательства и устранения нарушений в судебном порядке. С попустительством властей в проблемах детских площадок много лет борется омбудсмен Татьяна Океанская. По статистике Департамента здравоохранения в прошлом году пострадали на качелях и лесенках 284 ребенка. И это только те, кто обратились в больницы. Количество травм на детских площадках с каждым годом все больше. Во время прогулки по городскому парку в Гавпосаде ребенок получил травму. Мальчик был госпитализирован. И, например, железные ворота на него упали, вообще ворота упали в городском парке, где все должно быть просто, по крайней мере, не травмоопасно точно. Ворота не должны падать. В ежегодном докладе Татьяна Океанская обращается к руководителям муниципалитетов и представителям управляющих компаний с просьбой своевременно ремонтировать площадки и не жалеть на это денег. Кинишма. На балансе города находится 46 детских игровых площадок. Проведено обследование площадок, составлены дефектные ведомости, определен объем работ по их ремонту, финансовые средства на 2017 год не выделены. Если детская площадка в вашем дворе вызывает опасения, конструкции шатаются, из них торчат гвозди или болты, звоните в МУП управления жилищным фондом по телефонам, которые вы видите на экране. Кроме того, с понедельника начинает работу «Горячая линия» по вопросам содержания детских игровых зон приуполномоченном. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.